Привет! Как дела? Сегодня я расскажу, как мы с мамой в 2013 году поехали в Шотландию отмечать Новый год. Мы уже ездили с мамой и с братом в Шотландию в Глазго. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. А вот именно на Новый год мы решили выбрать три новых города. Это Эдинбург, Абердин и Инвернес. Такие вот названия у шотландских городов. И вот мы выбрали такой вот маршрут. Поехали до Эдинбурга, сели на ночной автобус на станции Виктория и к утру мы были уже в Эдинбурге. Сегодня я расскажу про Эдинбург, про Абердин и Инвернес в ближайшем будущем. Эдинбург это второй по величине город Шотландии после Глазго. Его население насчитывает около полумиллиона человек. Основанный почти тысячелетия назад, Эдинбург похож на таинственный средневековый город. Здесь никогда не было крупных заводов. Он сохранил такой вот аристократический вид. В Эдинбурге царит довольно-таки мягкий морской климат. Хоть и расположен он на достаточно высокой северной широте, на уровне Москвы. Зимы здесь теплые, температура воздуха редко опускается ниже нуля. Зато частые гости здесь ливни и юго-западные ветры. Одной из самых развитых сфер его экономики является пивоварение. Процветает и сфера туризма. В год здесь обычно насчитывают около 13 миллионов туристов. В городе очень много музеев и практически все они бесплатные. Это национальный музей Шотландии, музей Эдинбурга, несколько картинных галерей, музей виски, а также камера обскура и мир иллюзий. Самой знаменитой достопримечательностью является Эдинбургский замок, который гордо стоит на замковой скале. Он был построен в средние века и считался королевской резиденцией вплоть до 1603 года, когда Англия и Шотландия объединились. В 17 века замок отдали под военную базу и тюрьму. В замке расположен национальный военный музей, множество бывших военных построек и одна из крупнейших пушек мира Монс Мэг. Достопримечательностью города является Королевская миля. Это череда средневековых улочек, проходящая через весь центр. Рядом с ней находится район Гросс Маркет с многочисленными пабами и ночными клубами. В ряде пабов сохранена довольно-таки мрачная средневековая обстановка. Там можно попробовать шотландские виски, местный эль, хагис и даже оленину. Наслаждаться прекрасными видами окружающих Эдинбург гор, а также его окрестностями лучше всего с холма, седло Артура, которое находится в центре города. Приехав в Эдинбург, мы первый день провели в центре города, походили, побродили по его улочкам, послушали шотландскую волынку. И потом мы решили зайти в музей Эдинбурга. Там мы ознакомились с историей города, как развивался, чем жил город. И как обычно, рассматривая всякие исторические артефакты, мне очень понравилась скульптура собачки. И я решила прочитать, что же это за собачка. И так я узнала одну из самых главных эдинбургских историй. Жителям Эдинбурга, да и, пожалуй, всей Шотландии, хорошо известна легенда, которая в свое время потрясла многих. В Эдинбурге жил простой гражданин Джон Грей. Его любимый терьер Бобби мирным образом обитал рядом с ним. Так счастливо они прожили примерно два года. После чего Джон Грей заболел туберкулезом и скоропостижно скончался. Его похоронили на небольшом кладбище в старом городе. И верный Бобби провел всю свою оставшуюся жизнь, 14 лет, на его могиле. Собака почти никуда не отлучалась. То ли ожидала, что Джон ее хозяин оживет, то ли просто охраняла могилу своего хозяина. Лишь изредка голодный пес уходил на поиски еды. Бобби хорошо знали в пабе, где часто обитал его хозяин. И там, понимая горе пса, часто его подкармливали. Особенно его любил владелец паба. Легенда гласит о том, что некие люди пытались его забрать к себе домой. Увезли далеко от Эдинбурга. Но уже через несколько часов Бобби снова оказался на могиле хозяина. Чтобы с псом ничего не случилось, на него надели ошейник с метальончиком, на который было написано. Грей фраерс Бобби от лорд-мэра 1867 год разрешено. Это сделал директор шотландского общества против жесткого обращения с животными сэр Вильям Чемберс. Он заплатил за лицензию для Бобби и взял его под опеку муниципалитета. Жизнь Бобби закончилась на могиле своего хозяина, когда ему было уже целых 16 лет. Похоронили его вблизи от ворот кладбища, хотели похоронить рядом с хозяином, но на тот момент это было запрещено. И на месте захоронения самого пса был открыт гранитный памятник, где было написано Грей фраерс Бобби скончался 14 января 1872 года в возрасте 16 лет. Пусть его верность и преданность будут уроком нам всем. Вот такая вот история о преданности обычной собаке, которая прожила с хозяином всего лишь 2 года и потом 14 лет не сходила с места захоронения своего хозяина. Через год возле паба, куда Бобби приходил подкрепиться, установили скульптуру собаки в полную величину. Глаза у собаки там просто человеческие. Немного позже хозяин паба назвал свое заведение в честь верного пса Грей фраерс Бобби. Под этим названием паб работает до сих пор, и мы нашли его буквально случайно, опять же таки, рядом с Национальным музеем Шотландии. То есть он практически находится через дорогу от этого музея. Я когда увидела такую же скульптуру, которую я видела в музее Эдинбурга, я поняла, что вот эта легенда связана именно вот с этим пабом. И действительно, паб назывался Грей фраерс Бобби. Эта легенда, конечно, сильно потрясла меня. Вы все знаете, как я люблю собак. И вот такая собачья преданность всегда вызывает у меня слезы. Потому что любая собака, какая бы она ни была, она всегда будет предана своему хозяину. Затем, после того, как мы вышли из музея Эдинбурга, стало уже темнеть. И мы решили зайти в магазин, купить продуктов на новогоднюю ночь. И пойти уже заселяться в отель. Отель был забронирован на Букингкоме. Было написано, что он находится в 20 минутах ходьбы от центра. Но мы с мамой шли, наверное, все 40 или 50 минут. Очень долго мы добирались до него. Точнее, это был даже не отель, а гестхаус. Гостевой домик, где мы забронировали одну комнату за 80 фунтов. На тот момент это было где-то 8 тысяч рублей. И это был самый-самый дешевый номер на новогоднюю ночь. Все бы ничего, но именно этот отель испортил нам абсолютно всю поездку и все новогоднее настроение. Я даже на Букингкоме потом написала очень негативный отзыв об этом отеле. И надеюсь, что его в конце концов когда-нибудь закроют, если уже не закрыли. Значит, что нам там не понравилось? Комната была в каком-то подвальном помещении. Там пахло то ли крысами, то ли нафталином, то ли еще чем-то. В общем, пахло, спертый такой воздух был. Не проветривалось. Мы уже потом открыли, какое-то окошечко там было и стали дышать свежим воздухом. Телевизор в комнате не работал. Холодильник в комнате не работал. Мы купили целую такую бадью мороженого и не знали, куда ее деть. В конечном итоге пришлось выкинуть, потому что все 2 литра, по-моему, мы не смогли съесть. Мы думали, оставим на утро, утром покушаем. В общем, так как телевизора не было, что нам делать? Мы легли спать, потому что 12 часов ночи мы хотели посмотреть лондонский салют, но телевизора нет и Новый год испорчен. А выходить в центр, в Эдинбург, там, возможно, тоже был салют. И мы, в принципе, на него собирались. Но когда мы увидели, что нам пришлось топать до вот этого гостевого домика почти час, мы уже решили не ходить на ночь в центр, потому что наш отель находился очень далеко от центра города. И добираться до туда было страшновато и жутко уже в темное время суток. Так что вот так. Эдинбург сам по себе красивый город. Ничего не скажу про него плохого, но вот отель испортил нам все ощущения и все впечатления. Но, тем не менее, мы погуляли еще целый день по Эдинбургу. Мы забрались с утра на этот холм, седло Артура, откуда открывается вот этот вот потрясающий вид на окрестности и на сам Эдинбург. Я там, конечно, поснимала, пофотографировала. И вот вам показываю, как это все выглядело. Конечно, было очень красиво. Потом мы решили пойти в замок. Когда мы шли в замок, мы еще увидели такую группу ребят, которые были во что-то накрашены и с какими-то копьями, стрелами, арбалетами стояли. Видимо, они хотели, чтобы с ними люди фотографировались. Или, может быть, они с какого-то мероприятия шли. Ну, я их так издалека поснимала сама, а фотографироваться с ними не стала. В замок сам мы не попали, потому что там, ну, как всегда, во все замки очень дорогой вход. Около 20 фунтов стоит. Не знаю, как сейчас. Ну, просто прогулялись вокруг него, посмотрели. Там тоже с высоты замка шикарные виды открываются. И когда спускались обратно в город, зашли в пару магазинчиков. И там вот, ну, думали, какой же сувенир привезти из Эдинбурга. Что же купить себе на память, чтобы было и полезно, и не стояло просто, не пылилось на полке. И мы вот купили вот этот вот шикарный шотландский плед. Это стопроцентная шерсть. И вот написано Made in Scotland. Почему-то рак написано, ну, то есть, как бы коврик, половичок. Но я в нем ходила, кстати, было очень холодно, накидывала на себя и ходила в нем по Эдинбургу. Вот этот вот плед до сих пор греет мое сердце, мою душу. И я до сих пор вспоминаю Эдинбург 2013 года. После этого мы уже ждали наш автобус на Абердин. И решили зайти в Национальный музей Шотландии. То есть, музей полностью всей Шотландии. Там около четырех, по-моему, или пяти этажей. Очень большой такой холл. Стояла большая красивая елка. Я там еще пофотографировалась в своем рождественском свитере. Тоже на память. И, ну, походили, посмотрели. Там было очень много различных экспонатов. Вазочки, скульптуры, даже какие-то звери дикие и птицы. Кости различных млекопитающих и так далее. Ну, как все обычно в любом национальном музее. От доисторических костей и камней до нашего времени. Но мне больше всего запомнился какой-то там проходил праздник. Ну, в честь Нового года, видимо. И было очень много детей с родителями. И они там разучивали какие-то шотландские танцы и танцевали. Вот как это было, вам показываю. Затем мы сели в автобус и отправились в следующий город нашего маршрута, Абердин. Об этом я расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. С наступающим вас Новым годом. И до скорых встреч. С наступающим вас Новым годом.